Давайте на минутку перенесёмся где-то примерно на... По-моему, даже ещё полгода не прошло, но месяцев на 4 назад, условно говоря, я не помню точно Когда мистер Electronic Arts объявил, что в новой игре по Звёздным Войнам не будет лутбоксов И все ему дружно зааплодировали, сказали, мистер Electronic Arts, наконец-то исправляешься Ты такой молодец и такой хороший человек И мистер Electronic Arts был совсем не против того, чтобы продвигать этот нарратив как можно дальше Это буквально был пункт его рекламной кампании Для игры, как там Fallen Order Так вот, судя по всему, это становится определённым таким трендом новеньким Пока что ещё очень маленьким, он совсем в зародыше находится Ещё мало кто обращает на него внимание Это важно понимать Но мне кажется, что это буквально будущее Это буквально то, как в ближайшие, ну не знаю, года 3, возможно, 4-5 Около того, игровые издатели будут продвигать микротранзакции Потому что, ну как это выглядит сейчас, если вы смотрели мои предыдущие видео Или читали меня в Твиттере, что вы, кстати, можете сделать, подписаться на меня в Твиттере, да? Если вы всё это читали, то вы знаете, что атмосфера вокруг лутбоксов сейчас сложилась дико негативная Просто вот негативная стигма Настолько она негативная, что буквально само её отсутствие, то есть отсутствие лутбоксов конкретно Уже вызывает обратный эффект Людям даже не столько важно, есть ли в игре лутбоксы, на самом деле Сколько... Людям важен даже не столько сам феномен лутбоксов И то, как они работают, то, как они влияют на людей То, как они склоняют людей с проблемами психики К тому, чтобы тратить деньги на них Что это азартные игры Нет, даже не совсем Людям большее дело до того, есть ли лутбоксы в той-то конкретной игре или нет Потому что у них есть в голове вот то понятие, что лутбоксы равно плохо Соответственно, если лутбоксов нет, равно хорошо И каким-то образом, даже если игра монетизируется через такие же ублюдочные способы Через мобильные какие-то алгоритмы, всякие такие вещи Им уже на это плевать Главное, что в ней нет лутбоксов И вот тут мы подходим к этому самому тренду, о котором я говорил Потому что, судя по всему, теперь игровые издатели, триплэйны Будут работать именно на отсутствие лутбоксов Но при этом монетизацию через другие, ничуть не менее, а иногда даже иногда и больше Блюдочные способы, чтобы просто избежать вот этой вот стегматизации негативной Ну вот, пожалуйста, очередная история от мистера Activision Как вы знаете, не так давно, пару месяцев назад, по-моему, не помню точно сколько Вышел ремейк картинга по Crash'у У каждой франшизы есть картинг, такое ощущение Я буквально недавно, опять же, в Твиттере просчитал, что ремейк картинга по Garfield'у будет Да, если вы не знали, что есть картинг по Garfield'у, то он существует Добро пожаловать Ну, по Crash'у он был более-менее известный И, в общем-то, все те, кто был рад ремейку первых трех игр Точнее, всех трех игр, которые по Crash'у были Который вышел там сколько? Два года назад, по-моему, или около того Те, конечно же, были рады услышать, что и картинг, в который они так любили играть в детстве, тоже ремейкнут Картинг вышел и был, в общем-то, неплохим, насколько мне известно То есть, ничего такого сильно выдающегося, все-таки это ремейк игры, которая уже существовала Но, как игра, отдельная от контекста, она была нормальная, да? То есть, если вы любите картинги и вы по какой-то причине не хотите играть в Марио, например То, да, альтернатив всегда хватает, это лишь одна из них Важно также отметить, что продавался этот самый картинг по Crash'у ремейк не за полную цену Не то, чтобы это каким-то образом оправдывало то, что Activision делает с ним сейчас Но, наверное, отметить это все-таки стоит Почему не оправдывает? Потому что неполная цена это все еще не фри-то-плей, да? Когда мы говорим о фри-то-плее, то тогда да Конечно, схемы монетизации для абсолютного фри-то-плея имеют место быть Все-таки разработчикам нужно тоже что-то жрать, так или иначе Ну, хороший пример этого будет, например, Path of Exile Я думаю, там более-менее человеческие микротранзакции Но, тем не менее, когда мы говорим о продаже не за полную цену А все-таки за какую-то цену, тем не менее То тут все еще оправданий для микротранзакций как таковых нет Особенно, когда мы говорим об игре не за полную цену Которая даже не является своей собственной полноценной Ну, под полноценной я имею в виду, что это какая-то оригинальная идея, условно говоря Ну, там, не знаю, первое, что мне приходит в голову, что продавалось не за полную цену И явно ее не стоило Это была игра по коре, которая выходила Господи, я, по-моему, на нее обзор делал, когда я еще даже кингрехи не переводил Это было лет 5 назад или 6, это было реально очень давно Но это просто первое, что мне пришло в голову То есть, буквально, это был пример игры, которая не стоила полной цены Но за нее и не требовали никаких микротранзакций, все нормально Здесь у нас ситуация другая Здесь у нас есть ремейк олдовой игры 20-летней давности В которой микротранзакции никогда не было Она прекрасно существовала без них И поначалу, когда ее только ремейкнули В традиционной уже манере Мистера и Activision, Electronic Arts и прочих таких замечательных издателей Микротранзакций в самом начале там не было Чтобы обзорщики все написали положительные отзывы Про то, что да, никаких микротранзакций Вот он, тот самый крэш, которого мы любим А потом, как только начинается следующий сезон Они их туда впендюрили Хотя, на самом деле, конечно, первые ласточки были уже тогда Потому что внутриигровой магазин там был Но он был только за внутриигровую валюту Которую тогда еще нельзя было купить за реальные деньги Соответственно, микротранзакций там не было Там были просто анлоки То есть самые обычные анлоки Которые ты покупаешь за внутриигровые монетки Получаемые с помощью просто игры И с этим, в общем-то, ничего плохого бы не было бы Если бы, уже тогда не было заметно Что вот этот стиль магазина Очень похож на то, как микротранзакции свои держит Fortnite Fortnite, помимо многочисленных мемов про школьников Известен так же, как игра, которую каждый абсолютно триплэйный издатель хочет себе Абсолютно каждый Это буквально самая популярная сейчас компьютерная именно ПК-шная игра В принципе, существующая У нее самый большой ретеншн Самое большое количество постоянных игроков Самый большой оборот денежный Что самое главное Но, естественно, он вытекает из первых двух пунктов И то, как выглядит его магазин Но вы, наверное, знаете, если хотя бы раз один туда заходили То есть примерно так же Значит, множество косметиков Которые покупаются отдельно за валюту А также сезонные какие-то или даже ежедневные косметические бандлы Которые буквально меняются там каждый день Каждую неделю, каждый месяц Ну, в зависимости от того, о каком бандле мы говорим Ну, а Fortnite, конечно, тема микротранзакционная И с этим спорить нельзя Причем она, ну, скажем так Она прекрасно понимает, насколько она популярна И пользуется этим абсолютно точно Это доходит, на самом деле, до абсурда Потому что вы наверняка видели Может быть, вот эти вот замечательные истории Которые ты читаешь название статьи И тебе кажется, что это статья с какого-нибудь Тяньена Или еще какого-нибудь пародийного издания, да? Которое не нужно воспринимать серьезно Но это не... нет, это правда То есть буквально были... были репорты о том Что детей в этих загнивших американских школах Но почему-то мне кажется, что это не только там происходит Просто у нас об этом никто не говорит, да? Есть буквально задокументированные случаи издевательств над детьми Своими сверстниками Peer Pressure, вот этот вот знаменитый Из-за того, что у них не было задоначенного скина Fortnite У них стоит дефолтный То есть буквально их шеймят за то Что они не задонатили Epic Games'у И не купили более понтовый скин Это реально что-то, что происходит, да? То есть недостаточно уже просто играть в игры Но в принципе это не должно для вас звучать как что-то дикое Потому что мы эту тему уже исследовали на самом деле В моем видео про лекцию Торульфа Йорнструма Которую я экстенсивно разбирал на своем канале буквально на этой неделе У него там был такой замечательный пункт Про peer pressure как раз Про социально приемлемое поведение в игре Как заставить людей тратить деньги в игре Нужно это нормализировать, да? Нужно сделать так, чтобы траты денег в игре были нормой И как это сделать благодаря peer pressure То есть нужно, чтобы остальные люди, с которыми ты играешь Тоже тратили деньги в игре И это происходило часто И ты постоянно видел, как это происходит Таким образом это поведение нормализируется И те, кто этого не делают, выходят из социума Давайте посмотрим, что он говорит С этой точки зрения можно понять, почему около фортнайтовый магазин В Crash'е, даже тогда еще без микротранзакции Выглядел подозрительно Потому что это выглядело так, как будто он нацелен на то Чтобы эти микротранзакции туда ввести А Activision это делает уже не в первый раз И в принципе, да, наверное, стоило этого ждать Это было неудивительно Но, конечно, тот факт, что этого стоило ожидать Не оправдывает того, что это, сука, случилось Недавно в Crash'е начался новый сезон Так называемый, что, опять же, наверное Не совсем в духе классического Crash'евского картинга 20-летней давности Когда сезоны были еще не в моде Но хай, времена меняются И, естественно, у мистера Activision были интересные вещи Вам сказать, которые они ввели в игру Что же они ввели, давайте почитаем Как обычно, в пидстопе будут доступны Новые знакомые персонажи и косметические предметы Их можно будет покупать за вумпомонеты С таким количеством нового контента В вашем распоряжении также будет способ Быстро собрать всю вумпоколлекцию при желании В начале августа у игроков появится возможность Покупать вумпомонеты с торговой площадки С своей игровой платформы Эти монеты будут добавляться К тем, которые они зарабатывают в игре Эта опция не повлияет на ключевые игровые механики Игроки все так же продолжат получать монеты Играя в любой игровой режим Покупка монет – исключительно выбор игрока Обратите внимание, как мистер Activision Строит свои предложения в этом высказывании Если они захотят Если они выберут И многие другие У вас есть выбор, опять же То есть уже стандартизированный спич Который как раз свидетельствует вот об этом тренде Про который я говорил То есть, во-первых, никаких упоминаний лутбоксов Лутбоксы – это большое Нет-нет, лутбоксов нам нельзя По крайней мере, пока шумиха не утихнет Или пока мы не изобретем Новый способ каким-то образом эти лутбоксы Пропихивать, разыгрывать Для того, чтобы они не совсем были похожи На традиционные лутбоксы, узнаваемые сейчас В то же время Они продолжают использовать Вот этот вот стандартный язык Это выбор Это все выбор У вас есть выбор Это только выбор, да? Каким образом это плохо? Я уже много раз объяснял Но давайте объясню еще раз Потому что, может быть, вы здесь первый раз Абсолютно точно всем известно Что микротранзакции на косметические предметы Это невероятно прибыльная тема От которой они не отказываются Именно по той причине, что она прибыльная Потому что, если бы она прибыльной не была То они бы просто не заморачивались на том Чтобы ее туда вводить Но деньги, которые крутятся в этой индустрии Просто невероятно огромные Я думаю, будет очень правильно привести здесь параллель Такую, чтобы вам было понятно Косметические предметы Присутствуют и в реальной жизни И в реальной жизни они играют Точно такую же огромную Просто неимоверную роль в социуме Как и в игре Это происходит абсолютно везде Где такая опция, в принципе, существует Ну, давайте вот так Давайте так подумаем об этом Допустим, у вас есть возможность Купить Ламборгини или Ладу Известно, что вы будете ездить на машине Только по городской местности То есть вам все еще придется Следовать правилам дорожного движения Вы не сможете разгоняться Больше условленного километража в час Там, не помню, сколько по дороге 60-70, я не вожу машину, я не знаю Но, тем не менее, вы будете ограничены Во своем функционале Вы будете в нем ограничены настолько Что любая машина, в принципе На которой вы ездите Функционально не будет отличаться от другой Даже если Ламборгини может разгоняться Гораздо быстрее, чем Лада Вы все еще не сможете пользоваться этим Физическим функционалом То есть, по факту, разница для вас В данной ситуации конкретной Будет чисто косметическая Вы покупаете косметический предмет Который стоит гораздо-гораздо больше Ради чего? Ради социального статуса Потому что всем известно Что русские машины покупают за шкварно Потому что отечественный производитель Это плохо, Лада плохо и так далее В то время как Ламборгини Это бренд, да? Это огромный, гигантский, престижный бренд Который все хотят За его косметические функции Вы не сможете пользоваться Огромным большинством Его физических функций Ну, хорошо Если вы, например, скажете мне Что там салон удобнее Да, там кресла из лучших материалов Там они мягче и так далее Ну, хорошо, давайте тогда сравним Ламборгини с японской какой-то машиной Там, Сузуки, например Японцы делают очень комфортабельные салоны Ну, японцы любят комфорт, да? Они это делают В чем разница тогда между Сузуки и Ламборгини? Косметическая, по факту Учитывая вот это условие Про которое мы говорили Если вы не собираетесь гоняться В европейских, как и стритрейсингах Да, то для вас, наверное, разницы Между Сузуки и Ламборгини Никакой физически не будет Но вы все еще захотите, наверное, Ламборгини Потому что это будет говорить о вашем социальном статусе Потому что это будет говорить всем остальным Кто это Ламборгини видит Что я достаточно богатый для того, чтобы себе это позволить Точно то же самое происходит с косметиками в играх Это ваш социальный статус Во-первых, ваш социальный статус Во-вторых, прогресс ваш в игре Прогресс, ну, то, как работает прогресс В данном случае можно посмотреть на Overwatch Когда вы заходите в панель косметиков Для всех ваших персонажей Там есть числа Там написано У вас 38 предметов из 70 на этого персонажа У вас 42 предмета из 68 на этого персонажа Это буквально единственная форма прогрессии Которая, ну, реально важна для игрока Чем больше у тебя Ээээ, этих самых предметов из лутбоксов в игре Тем больше ты в ней прогрессируешь Тем больше ты завершил вот этот стопроцентный прогресс И людям это важно Потому что люди любят завершать прогресс Люди любят выполнять вещи полностью Это просто заложено в нашей природе И они любят также носить более важный социальный статус Это просто нормально Это так происходит Естественно, крупные видеоигровые издатели Это прекрасно понимают И этим пользуются К чему я это все веду? Косметики важны И с этим спорить просто глупо Они действительно важны И люди на них действительно клюют Причем настолько важны Что люди, у которых есть Ну, психические проблемы Психологические, извините, проблемы С тем, чтобы тратить свои деньги Чтобы сдерживать себя То есть у них есть проблемы с зависимостями, например И всякие такие неприятные вещи Или, как мы вот читали недавно статью Про то, как буквально детей-инвалидов кидают на бабло Потому что они в силу своих каких-то, ну В силу возраста, опять же Или в силу, например, того, что у них со здоровьем не совсем в порядке Да, то есть дети-аутисты, например Они все подвергаются этим манипуляциям Они подвергаются этому воздействию извне И со взрослыми людьми это тоже происходит Лутбоксы и микротранзакции, в принципе, специально нацелены на то Чтобы это происходило И происходило как можно чаще Естественно, вводить микротранзакции в Крэше То есть в ремейк игры 20-летней давности Это, ну, немножко позорно, я бы сказал Да, это просто отвратительно Этого происходить не должно И, естественно, ни о какой целостности игрового опыта Тут речь, в принципе, идти не может Но, естественно, как это обычно заведено Люди будут оправдывать это дело Всегда найдутся защитники корпораций мультимиллиардеров Уходящих от налогов Которые будут защищать эти корпорации Как будто, я не знаю, как будто это их батя Или типа того Хотя этим корпорациям на этих людей абсолютно насрать Если они завтра помрут на дороге Они, ну, в принципе, даже не узнают, как тебя звали Но об этом все мы говорили уже много раз Здесь меня конкретно интересует вот этот вот тренд По-моему, они реально, эти издатели Реально используют отсутствие лутбоксов Как какую-то защиту всех остальных микротранзакций То есть буквально все остальные микротранзакции хорошо Лутбоксы плохо Поэтому, если у нас нет лутбоксов То, знаете что? Что бы мы ни делали Это все равно будет нормально и приемлемо И люди реально ничего не будут иметь против Ну, как Нормизы в основном Ничего не будут иметь против Очень просто смотреть на вот эту конкретную проблему Как на какой-то единичный случай Как на что-то, что происходит очень редко И уделять этому внимание не стоит Это всего лишь какая-то маленькая игра С маленькими микротранзакциями Ну, что в этом такого? Да, это всего лишь одна маленькая игра С маленькими микротранзакциями Но она просто является симптомом Более глобальной болезни Из-за того, что люди никаким образом Этому не препятствовали И принимали все эти транзакции В течение множества лет Мы пришли к тому, что Индустрия игровая, да? Она находится вот в этом состоянии Находится в состоянии полнейшей разрухи Где все игры пытаются Прежде всего не сделать что-то хорошее Ну, не все игры, конечно, да? Потому что у нас все еще есть И The Project Red и From Software Но их катастрофически мало В остальном Игры пытаются высосать из вас Как можно больше денег Это норма Это настолько норма Что Торольф и Йорнстромы Читают лекции на эту тему Они говорят Как правильно кидать людей на деньги Как правильно высасывать из них Все до последнего цента Им насрать Потому что это норма Потому что это то В каком состоянии Индустрия существует сейчас Они получили возможность Безнаказанно Высасывать из людей деньги И они будут это делать Пока шар не лопнет Пока не случится Очередной Молдаун игровой Как это было После Там этого ИТи Ну, вы помните Вот эту самую Замечательную историю Как потом Нинтенди пришлось Всю индустрию Буквально на своем горбу Вытаскивать Из этого дикого кризиса Пока Второго такого кризиса Не случится Мне кажется Что это продолжится То есть должна случиться Какая-то просто Дичайшая Очень сильная встряска После которой Люди наконец Начнут приходить в себя И понимать Насколько сильно Из них пытаются Высасывать все До последнего цента И насколько они Принимают все это Как норму Хотя не должны История конечно маленькая Но мне показалось Что об этом стоит Рассказать лишний раз Потому что почему нет Ну а если вам нравится Слушать как я говорю Про видеоигровые Или не видеоигровые Темы в течении Невое количество времени То в таком случае Вы можете подписаться На этот канал Или на мой основной канал Где я делаю контент Даже какие-то усилия Вкладываю Вот пожалуйста Видео про князя Владимира Там вышло недавно Можете посмотреть Очень хорошо собирает Мне прям нравится Также можете поставить Лайк или дизлайк Этому видео Можете оставить комментарий Или несколько комментариев К этому видео И спасибо вам Что вы тратите на меня время Мои дорогие ублюдки И сюда Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok